Формат того, что сегодня происходит. Раньше, в древнее время, это называлось народным вечером. Так как люди реально не знали, что им делать, они вызывали своего князя, вызывали, допустим, волхвов, представителей дружины, и они собирались и решали вопросы. И вешали. В данный момент... Вешали скорее. В данный момент у нас связи нету. Все прекрасно понимают, что у нас за правительство, это временные люди, которые ничего в США делать не будет. Мы имеем три года войны, за которые мы не имеем четкого понятия того, как это все будет происходить. Мы не имеем докторийной войны. Мы не имеем вообще никакого понятия, как мы будем возвращать свои областя, как мы будем возвращаться в свои города. А Крым, по-моему, уже наша правительство не забыла, давно его продала. Но разговоры сейчас пойдут о другом. Потому что сейчас две темы, по большому счету. Это война, это очень такая большая, крупная, съемочная тема. А вторая тема, это, конечно, поведение нашего генерала Печеных карьеров Оброскина. То, что он себе позволяет, ну, скажем, это могут позволить себе только сепаратисты, тетухи, ну, или я не знаю, кого он там вез в тех автобусах. Это примерно то же самое. Мы все видели эти все видео, мы все сидим, мы все друг друга знаем, мы все, ну, или примеры знаем друг друга, так или иначе. И мы должны с вами, знаете, как бы, вот сейчас тут переломный момент, когда мы должны твердо стать на своем, как говорится, на своем, и добиться того, чтобы Оброскина, ну, это одно из главного, что мы сейчас хотели обсудить, чтобы его иллюстрировать. Ну, я думаю, что мы сейчас будем проводить, я не такой, что прямо шикарный модератор, поэтому давайте мы как представители из правительства, и я думаю, что мы сейчас поговорим... И не только из правительства, у нас представители и волонтеры, у нас здесь сидят на высоте различных добробатов, частей ВСУ, и вообще просто активистов. Поэтому я слово хочу передать себе у Семенченко. Дмитрий, давайте я расскажу, что у нас нового, и какие, кажется, может быть, тут стоит сделать это заявление. Смотрите, значит, нам сегодня утром прибыл взвод действующих военнослужбовцев, которые написали заявление на отпуск. Это 16-й батальон, какой бригады? 58-й бригады, которые взяли отпуск, и посмотрев на полицейский произвол, который творит полиция ДНР, ну, это их называют, как часть полиции Донецкой области, которая возглавляет Абройским, они решили выйти во время отпуска с хлопцами и в случае необходимости стать на их защиту и призывать других военнослужащих в рамках закона делать точно так же. Поскольку это не политическая акция, они не нарушают при этом никаких законов Украины. Это первое. Второе. В ближайшее время будет произведен штабом, у меня поставили тоже ребята в известность, блокирование следующей железнодорожной колеи. Ожидается масштабное противостояние, для чего уже нанимают Терушню. Мы узнали, кто были те люди, которые привезли, которых отставил Абройским. Там частично было небольшое количество передетых полицейских и люди из Курахова наняты, в основном есть такой олигарх Нун Сенкинс, который поставляет кокс, он задействован в этих цепочках. Сейчас идет там вербовка и в Константиновке, и в Курахово. То есть будут тетуханы, у них стандартный вариант, продалась кровь и полиция сработала. Они действуют, как вы видите, при полной перевесе в СМИ. Например, вчера нам с третьего часа так удалось сбить историю, о том, что мы все ушли из Бахмана. Теперь по поводу рисков. Нам стало известно от патриотически настроенных офицеров службы безопасности Украины, о том, что готовится следующий сценарий противодействия блокаде. Небольшое реалистическое отступление. Сейчас 15-й день уже. Перекрыты две ветки. Не прошло за это время несколько десятков тысяч вагонов. По нашим подсчетам 14 тысяч. Не получили прибыль российские олигархи. Я вам приведу пример. Владелец завода металлургического из Индустриального союза Донбасса. Кто его контролирует, является Нечко-Намбанг России. Владелец завода, который поставляет туда все это, является Абрамович из Киевого урога. Абрамович из России, а это известный вам губернатор Чукотки бывший, а его завод, которым влияет через фирму Евраз, которая туда все поставляет в Киевом уроге, не получили свои прибыли наши олигархи, не получили свои прибыли и доли чиновники, не получили свои налоги, так называемые ЛНР, ДНР. И, сами понимаете, не куплена амуниция, не куплено оружие, не заплачено очень много. Естественно, им все это не нравится. Сначала они рассказывали, что все это пиар ветеранов, потом, что это пиар Семенченко, потом, что это самопомощь, причем тот самопомощь вообще не понимаю, отвлекает внимание от плеского мусора, рассказывает, что тут дело в Колумбойском, что мы блокируем военную технику, агенты России, Колумбии. Сейчас, после того, когда у них провелся силовой сценарий, они будут пробовать следующее. Начнется заново группа, ну, я не буду говорить ее рабочая, преступная группа, куда входят? Руководство ОСБУ, руководство МВС области. Сюда входят представители коммунальных и промышленных предприятий, часть из которых принимала активное участие в событиях весны 2014 года, собирали линию на пророссийские митинги и так далее. Значит, в ближайшее время планируется крупная техногенная авария, вызванная якобы действиями блокадников и масштабные, условно говоря, с перемерзшими трубами, с замерзшими квартирами, ну, так, чтобы затронула и Луганск, и Донецкую область. Я понимаю, что им плевать на то, что по постановлению правительства должен быть месячный запас на ТЭЦ. Им плевать на то, что на салях министр управления энергетики заявил, что до марта они перезимуют. Даже с этим не знаю. Им плевать, что не перекрыты все гилки и может поступать уголь и сейчас. Им плевать то, что они ничего не сделали для переоборудования под газовую группу и ничего не сделали для запутки в США. Только сейчас начались контракты. Почему им плевать? У них тотальный перевес в СМИ. Нас никто просто не услышит. Мы будем говорить 5 спикеров, 10 спикеров, у них будет 100 спикеров, купленных экспертов, депутатов и самое главное будет вестись работа на коммунальных предприятиях. Основные исполнители, в данном случае это администрация ТЭЦ в Славянске. Кто не знает, сообщаю, что она через компанию Донбасс Энерго ее контролирует, по словам руководителя Росковой Цивильной Администрации Минейской области, ее контролирует Александр Янукович до сих пор. Сейчас я вижу подтверждение этому сценарию. Я не все рассказываю, потому что вам стоит еще некоторую информацию систематизировать. Обратите внимание, сегодня это тема номер один. Вчера ее еще замалчивали. Их план медийно поднять все это, связать, как говорится, лобках со светлыми постатями Парасюка, Семенченко, окремных депутатов и прочее, сделать так, чтобы это все быдело, а потом эти техногенные катастрофы шмякнуть всех об стенках и навсегда похоронить идею блокады, связать ее с такими понятиями, как непрофессионализм, людские жизни и прочее. Эту информацию мы будем максимально расширять, но я хочу сказать, что если они придут уже по этому сценарию, то тут уже говорить просто о том, что какой-то дед даст пощечину или какой-то патриот даст бабского ляпуса, уже нельзя. То есть их нужно будет просто поступать по закону военного времени. Потому что я вот видел в Счастенском ТЭЦ, что там происходит. Тут буквально маленькое отступление. Представьте, три года прошло войны. За три года Счастенская ТЭЦ не соединена с железнодорожными ветками и с железнодорожной системой Украины. Вообще никак. У них наверх уходят на Валуйке через Старобельск, Россию, а вниз уходят на куполовную территорию. То есть если сейчас даже нам подводить уголь со стороны подконтрольной территории Украины, мы не подвезем. Первое. Второе. Уголь поступает 40% с России, 40-60% с оккупированной территории. А если сейчас агрессор это отсоединит, вся область замерзнет. Причем не просто замерзнет, а есть еще и электроэнергия. Электроэнергия туда не поступает с территории Украины, она находится на энергетическом таком островке. Соединение с энергетической системой Украины произойдет только в 2018 году в Кременной. Очень долго это все делается специально. ТЭС не переоборудован под сорта угля, который добывается на подконтрольной Украине территории. То есть по сути для получения сверхприбыли сделано все, поставлено под угрозу жизни людей, все заложники Российской Федерации. Поэтому штаб сталкивается с новыми вызовами. Естественно, кроме расширения нужно будет противодействовать всем этой ситуации. Поэтому вопрос еще сложнее, чем мы предполагали, но в общем-то ничего страшного. Главное, что кто предупрежден, тот вооружен. Естественно, нужна помощь громады, той патриотической и адекватной ее части. Ну, в общем, по большим материям говорить сейчас я не готов по поводу войны, по поводу всего, но с удовольствием тоже приму участие в обсуждении, когда там будут разбираться эти вопросы. Ну что, давайте перейдем теперь к нашему основному вопросу. Это к нашему начальнику, все еще начальнику полиции, Абрускому, ведателю, тот, кто пять раз уже листуга принимал присягу. Есть вопросы именно по блокаде? Нет, так... Оно все связано, понимаете? Все, чтобы мы не говорили сейчас, оно все связано настолько плотно, что цепление одно мы задеваем, в любом случае, другое. Здесь у нас информация присутствует, может быть, сразу по блокаде? Давайте мы перед блокадой депутаты Синаловского районного совета, штаб Яросска, Донецкой области, Чернин Сергей. Немножко анонс. Три года войны, вот три года, расскажу за Бахмут, вот мы в Бахмуте находимся. Вот первая контрабанда, которую показали все СМИ, все украинские СМИ, это десятки автомобилей, которые с углем, тогда еще завозили они автомобилями, тогда на то время крышевом батальон Артемовский. Второе, пропуска, которые выдавались, один из пропускных пунктов, который был в Зайцево, вот пропускная система работала, и их бюро находилась в Бахмуте. Вот в течение года все средства массовой информации, кого мы смогли привлечь, все общественники, которые приезжали сюда, это стояли люди, вот такие, знаете, запомнился мне этот дед, такой мужик пожилой, который говорит, я полгода не видел семью, плачет, паспорт Украины держат, когда мы собрали общественников, привезли там несколько телеканалов, инсайдер приехал, проект, и мы показали, как можно через черный вход за 10 минут пропуск за тысячу, полторы тысячи гривен оформить и с ним выйти, и как люди стоят по полгода, и пропуска не давали. Вот это все контролировало Служба безопасности Украины. Вот все, что происходит сейчас в Донецкой области, это огромный такой фейк, который они называют «АТО и война», это зарабатывание денег. Это серая зона была такая, Новолуганка, вот когда в день грузовыми машинами, контрабанда приходила в одну сторону до 300 машин, то здесь зарабатываются деньги, здесь работают карьеры, глина, песок, здесь крадется лес. Донецкую область сделали сейчас изгоем, где можно делать любые вещи, вот любые вещи, какие только может преступный синдикат придумать. И все это мы называем словом контрабанда. Здесь отмываются сумасшедшие деньги бюджета. Здесь деньги, которые выделяют, к примеру, первая школа, которая является так называемой опорной, это тоже фейк, она не опорная школа. Опорная школа это целая процедура. Школа, две дополнительные школы, в среднем на это выделяется 22 миллиона, плюс-минус. На школу, которая находится в городе, и не сельская школа, выделено уже 40, а будет 60. То есть они зарабатывают деньги на все, что только можно. Вот не только крадут ресурсы, не только контрабанду организовать, а еще те деньги, которые воюющее государство выделяет крохи, забирая у пенсионеров, поднимая тарифы, и которые дают сюда на развитие, здесь не создаются рабочих мест. Вот я говорю за 17 городских и районных организаций, которые наши работают. Это не политическая структура, а надполитическая. Это просто громадские рады, представители, громадская рада области, громадские рады городов и районов, профсоюзы, которые пришли. Это проблема мэра-сепары при власти, проблема, что работают с препарацией, с силовиками и разворывают бюджет, контрабандные схемы. То есть в этой схеме все. И все ставленники наверх, целые вереницы наверх. Вот батальон Артемовского, когда крал у них Пашинский и Турчинов, сейчас служба безопасности Украины, военная прокуратура и так далее. Патриоты сидят в тюрьме. Сколько судов? Мы порядка 150-200 судов прошли за это время. Вы видели выломанные решетки в Мариуполе, скандировали здесь, в этом бахмуте ребят отбивали Донбасса, правого сектора, разницы нет, какого подразделения. Потому что садят, а доведенная прокуратурой Донецкой области до судов по сепаратизму 8-10 дел всего лишь за 3 года. Вот какую проблему мы сейчас. И высветило это все на сегодняшний день, подняло. Это то, что перекрыли вот эту ветку. Вот ветка, которая называется Константиновка Осиноватая. Это моя земля, я там депутат. Вот село, разрушенный железнодорожный мост, Розовка, и Новородок. Нет. За Торецком, за Дзержинском станция сейчас я вспомню. Петрунки она называется, Финольная. Петрунки. Да, Петрунки. Вот туда идет сейчас не просто в две стороны вагоны, не просто какой-то уголь. Мы даже тему эту не обсуждали уголь. Понимаю, что может быть энергетическая безопасность. Это крытые вагоны, это цистерны, это деловой лес, это стройматериалы, химия. В две стороны на переезде стоишь, проехать невозможно. Надо по 10 минут ждать, пока пройдут поезда. В обратку идет катанка, идет уголь. И вот это работает несколько лет уже эта схема работает и система. Никаким образом никто не контролирует. Вот эти темы мы поднимаем. Это все, что заходит сейчас в Ясиноватую, это из Ясиноватой обстреливают мою родную дорогую Авдееву. Вот каждый день гибнут люди. Разбито около 200 домов. Вот все, что едет сейчас туда, это плата, это жизни наших ребят. Плата, это разбитые города. Это каждый товар, который въезжает туда, это не просто контрабанда. Это купленное оружие, это купленный боеприпас. Это не просто враги Украины. Это те, кто позволяют войне бесконечно долго продолжаться и те, которые реально действуют на руку Путину. И поэтому я сказал и дословно повторяю, об этом не знают секретариати президента, об этом не знает Грицак, об этом не знает Луценко. Слава Украине! Здоровья, Слава Украине! Ну, к сожалению, у нас, конечно, нет представителя Министерства обороны, нас ведут представителя Генштаба, потому что, если привести простой пример из истории, то, наверное, такая страна, Грузия, воевала с Россией всего лишь на себя 5 дней. А почему она проходила, ну, почему это происходило всего лишь в течение 5 дней? Потому что Грузия, эта маленькая страна, объявила Россию сразу же войну. А поскольку Грузия объявила войну, туда стали, скажем, американцы, самолеты. Если бы Россия не попробовали хотя бы американцев там убить, для американцев нету, скажем, разницы, где убили их человека. Где их человек, там и Америка. Вот. И почему мы не получаем сейчас помощи практически никакой от за границей? Это довольно интересная вообще ситуация. То есть, они реально, люди страдают, люди теряют деньги на торговле, люди теряют деньги, скажем, на всем. А мы в это время продолжаем торговать с оккупантами, торговать с нашим врагом. Как это можно вообще понимать? И как мы потом, вот, скажем, эта война, например, закончится, да? И мы скажем россиянам, ну как стройте там наш Донбасс, который вы развалили? Они сказали, подождите, ребят, у нас же не было войны. Сейчас в Киеве индицируется вопрос о введении сюда военного положения. Что такое военное положение? Военное положение, это его можно вводить по закону Украины, на частично, на территориях, не обязательно на всей территории Украины. То есть, можно ввести на Донецкой и Луганской областях это военное положение. Потом это, естественно, будет уже положение перемещаться в Крым. Потому что Крым тоже это наша земля, и его необходимо вернуть. Президент Украины обязан в течение двух дней повестить РАД без ООН о том, что мы объявляем войну России. Когда объявляется война России, то тут уже будет задействована вся Украина, все ее ресурсы, все люди только лишь на эту войну. И мы тогда должны будем именно победить. А так мы не имеем вообще никакого представления и понятия, как это все вообще будет прекращаться. Мы видим только заработок денег бесконечный. Ну и мы, вот мы простые люди, мы не можем понять, как мы вообще это все хотим закончить. Люди будут гибнуть бесконечно. Ну правительству, понятно, надо в обсуде наплевать. Я просто думаю, может быть депутаты прокомментируют это все дело. Да, пожалуйста. Друзья, ну я просто неравнодушный житель этого города, бывший военный. Меня вижу, считаю, интернет, интернет. Я понимаю, что всю эту организованную массовую торговлю с оккупированными территориями, прикрывает просто углем. Насколько я слышал цифры, там из всех 97 тысяч дозвелев, 4 тысячи только лишь на уголь. Больше остальных. Больше все остальное, так сказать, товары, ну, грубо говоря, народного потребления. То есть мы снабжаем и обеспечиваем оккупированные территории наших врагов. Поэтому я считаю, что штаб блокады первым делом должен потребовать от первых лиц государства в прямом эфире должны выступить перед людьми. Демократия это прежде всего прозрачность действий власти. Необходим ли нам уголь? Сколько мы должны будем еще зависеть от этого угля с оккупированных территорий? Почему мы не можем действительно перейти на уголь с западных областей Украины или там с иностранного? Правильно пишет в сетях бутусов. А допустим завтра представим что Россия перекроет поставку угля или ДНР найдет более грошовитых покупателей и начнет туда снабжать в Россию этот уголь. Что тогда наше правительство будет где искать козлов отпущения? Второй вопрос у меня как у рядового гражданина возникает что это за орган который выдает эти дозвины? Кто может знать в СБУ ситуацию что выгодно Украине? Не повредит ли эта поставка товаров в оккупированные территории нам нашей обороноспособности? Почему что это за орган при СБУ? То есть первые лица молчат в СМИ какие-то продажные журналисты рассказывают что это вредители создали эту блокаду поносят дерьмо организаторов этой блокады а первые лица молчат я считаю что кроме тех требований о выдаче наших военнопленных и организация то есть принятие закона о военном положении прежде всего должны четко населению или тем же самым представителям штаба блокады правительство первые лица объяснить сколько это еще будет продолжаться какие выдают дозвольные на какие товары кому это поручено это может быть я даже не представляю кто они такие экономисты СБУшники или партийные деятели кто выдает эти дозвольные скрыто от народа да поэтому я считаю что может где-то если правительство выскажет свою мысль свои действия может быть где-то и действительно когда станет критическая ситуация можно будет несколько эшелонов конкретно найти тест пропустить под контролем опять же блокадников что они пошли действительно на создание электроэнергии для населения но туда это 100% ничего не должно уходить со стороны с нашей стороны на территорию оккупированную а там же действительно что угодно может и продукты говорят же рассказывают с Донецка приезжают за второй пенсией сюда ДНР они говорят там все украинские продукты шоколад водка мясо все там кто-то же это как-то туда поставляет только в 3 раза дороже там 3 раза дороже да вот почему зарабатывают так в этом же и вот правительство это должно прежде всего рассказать действительно мы не должны гадать за какую цену это покупается действительно ли эти шахты зарегистрированы на Украине как они красиво рассказывают что они платят налоги что якобы эти шахтеры якобы получают зарплату на карточках и приезжают здесь и здесь эти деньги получают я в это очень сильно сомневаюсь поэтому должны люди так сказать облеченные властью они в такое время они должны встать перед телевизором на прямом эфире и все это людям рассказать потому что это вот незнание это подковерные там они заставляют людей возмущаться и перекрывать такие движения а и сколько можно судей вообще уже дураков надо еще там броськи давайте не будем это самое я хочу пояснить некоторые моменты первое по телевизору никто никому ничего не расскажет поскольку 90% средств массовой информации принадлежат олигархам входящим в общую преступную систему оборудования украинского народа на те небольшое количество СМИ куда для того чтобы создать иллюзию их демократичности дают слово сторонникам блокады им дают слово ограниченное время и по принципу 2 в день сказала за блокаду 50 сказала против эксперты бесчисленные депутаты чиновники какие-то лица непонятные откуда их выкопали это первое второе по поводу энергетической независимости дело в том что тут вот есть два члена комитета испытаний национальной безопасности и обороны это я и мой коллега Тарас Пастух один Тарас вот Тарас мы прекрасно эти вопросы знаем именно потому что вот так вот СМИ это все доносят многие люди до сих пор в этих вопросах не разбираются поясню очень кратко у нас ТЭЦ ТЭЦ они могут работать как для генерации электроэнергии так и для выработки тепла генерации электроэнергии в принципе услуги ТЭЦ не нужны поскольку наша атомная энергетика она задействована на 70-75% против 90-95% как развитых стран атомная энергия дешевле но она не находится под контролем Ахметова и компания она не приносит доходов поэтому искусственно благодаря своим людям введенные в НКР и ЕКП в эти энергии в органы которые в том числе решают у кого закупать электроэнергию получают преференции предприятия имеющие отношение к олигархам а за счет большего угнетения атомной энергии поэтому мы эти ТЭЦ можем если для энергии закрыть хоть сейчас если для тепла то для генерации тепла эти ТЭЦ могут быть переделаны под угли газовых марок которые производятся добываются на территории Волынского бассейна Львовской области и Тонецкой под контрольной нам территории почему так не делается потому что переделка приведет к потере необходимости покупать уголь на шахтах находящихся под контролем ЛНР-ДНР чему это приведет к тому что ЛНР-ДНР перестанет существовать а это проект совместный Порошенко Ахметова и Путина я не хочу сейчас разворачивать свою мысль дальше этот требует дополнительной аргументации и времени кому будет интересно потом отвечу на вопросы так вот соответственно эти сто тысяч или сотни тысяч шахтеров что они сделают они с голодухи смертут любой режим имеется ввиду там и Захарченко и тут низкого и не будет никакой Путин из своего кармана эти деньги доставать это все функция соответственно второе если не будут покупать уголь там не будут получать доходы например тот же Медведчук который контролирует эти поставки не будут получать по 10 долларов с каждой тонны президент Украины не будут получать кучу чиновников которые возглавляют силовые ведомства которые должны бороться с этим но они с этим не борются за долю малую размер этой доли вы можете видеть в электронных декларациях соответственно в чем суть ценообразования у нас принята формула Роттердам плюс в апреле 2016 года которая позволяет обеспечить во время войны энергонезависимость что такое энергонезависимость ну чтобы мы не зависели от агрессоров иначе уже у нас зачем нам армию нам сейчас перекроют поставки и мы помрем кстати вот вопрос если кто хочет понять характер войны задайтесь вопросом почему до сих пор не перекрыли поставки действительно ли это война или это шоу для народа Украины кровавое шоу в котором к сожалению зарабатывает топ-истор так вот что происходит эта формула предполагает что каждый потребитель когда он платит за энергию он платит в том числе за уголь который используется для его генерации цена угля рассчитана чтобы можно было закупать ее на бирже Роттердама это уголь из США уголь из ЮАР и так далее там же тоже добывается антрацит то что в мире антрацит добывается только на Донбассе который кормит всех это часть просто мифологии ватников на самом деле это же не правда и действительно первые закупки прошли в 15-м году еще до этого постановления с ЮАР пробные но тут же поднялся хай были обвинены поставщики в том что плохой уголь хотя его успешно сожгли и поэтому покупают с копанок и шахт по 300-600 гривен покупают и чуть дороже бывает часть идет на финансирование ЛНР а остальная прибыль 1800-600 распределяется по всем командам это миллиардные прибыли если мы говорим про гривны это почти миллиард в год если мы говорим про доллары никто от этой схеме не захочет отказываться поэтому никаким лицам государства к ним обращаться бесполезно разве что только публично для того чтобы показать народу что они в доле но нам не дадут сделать это громко потому что большая часть трубы вот этих СМИ с помощью которых можно это народу донести находится в руках тех же самых эльгарх поэтому у нас будет вот так И вместо «вы», то есть мегафонов не хватает. Теперь по поводу военного положения и всего остального. И, кстати, запасы угля есть до марта. Поэтому все это сказки, что сейчас они замерзнут и прочее. Хотя могут попытаться именно техногенную катастрофу сделать. Теперь смотрите, что по поводу военного положения всего остального. Согласно закону Украины, не надо никому оберегать войну. Согласно закону Украины об обороне, при первом появлении признака любой агрессии, это даже в акватории зашли и суда, а не то, что там Крым даже отжали. Президент должен нести поданья в Верховную Раду. Вносят указ объявления о вамилизации, объявления военного положения и так далее. Рада это утверждает. Президент не выполнил эту обязанность ни его президента, ни второй президент. Это первое. Второе. Они пошли по пути антитеррористической операции. Кстати, хочу сказать, что согласно положению проведения антитеррористической операции, если она проводится в отдельных зданиях, в сооружениях, там прежде всего отключается свет, она точно ничего не заводится, разве что-то пища заложников, и то и террористам в обмен на заложников. Но пошли по пути АТО. Согласно закону Украины по борьбе с терроризмом, порядок обеспечения экономической деятельности в зоне АТО определяет Кабинет Министра Украины. Кабинет Министра Украины самоустранился от этой обязанности, создав тем самым правовую дыру. Дальше там должно быть подание Министерства экономической розыгрышной торговли и расчеты его. Мэр тоже устранился. Поэтому тупо влезло СБУ, абсолютно незаконно. Ну, естественно, по команде Порошенко. И СБУ выдало более 100 тысяч дозвилов на ввоз туда и обратно за 3 года оптовых поставок. Самые такие популярные позиции, понятно, это промышленные товары. И там есть и цветы, есть какая-то дипломатическая почта, есть порох, есть динамит, есть кислоты, есть пружины, которые могут использоваться для безоткатых орудий. У меня не членов штаба, партия измерительных приборов, которая сейчас прошла в Россию, ну, она прошла якобы в Украину, но она вообще-то прошла в Россию, потому что там не нужно для предприятий, которые находятся на территории, столько этих приборов. Это тот класс, который запрещен санкциями в ВОЗ в Россию. То есть у нас он идет. Кроме этого товароборота, которым занимается СБУ, естественно, все про это знают, существует еще контрабаст и контрафакт. Я раньше думал, что все эти сигареты, все эти алкоголь, наркотики, оружие, медицинские препараты, золото, которое либо производится на оккупированной территории, либо заводится из России, это все какие-то контрабандисты, везут через блокпосты, либо там кто-то через сервис Кибнец, ничего подобного. Посмотрите, как проходит состав с лесом, с металлом, с углем, через станцию Фенольная, о которой говорили, или через станцию Константиновка. Значит, проходит. Или через станцию Светланово в Луганской области. Стоят пограничники и смотрят сверху на вагоны. Вагоны прошли, а дальше 2 часа или час, например, как в случае за Светланово, он идет до Красного Лимана, Константиновки, еще там где-то. По пути куча ведомственных путей, которые не контролируют суперзарезницы. Что под этим верхним условием, я не знаю. То есть там можно завозить все, что угодно. Крышуют все это руководство СБУ в области, в данном случае, но только крышуют, потому что оно не получается. Это выгода, это сверху идет разнарядка. МВС крышует фуры, где тоже идет примерно то же самое. То есть там можно привезти хоть целую дивизию. Ну и последнее, по поводу контрабанды именно. Контрабандой у нас является только то, что идет через границу с Россией. Массовый, это все получило распространение в Луганской области, под несколько еще не знаю, не успел проверить. Как это происходит? Находится населенный пункт на границе, который частично находится на той стороне, частично на этой. Стоит здание, в здании проделаны трубопроводы с той стороны. И гонятся просто соляра, бензин, туда идут косяком машины, топливозаправщики, которые продают, используют разницу в ценах. Решуют это в основном военная прокуратура, мать вас лично. То есть все вдоль, все предели, все повязанные системы обворовывания народа Украины. Поэтому апелляция к этим людям бессмысленная. Я категорически, кстати, против опыта и действий своего коллеги Владимира Просюка. Я считаю, что их бить нельзя, их надо расстреливать. Только плохо то, что нам нужно это делать в той форме, которая не приведет к развалу страны, потому что кроме этой системы, преступной, порочной, ничего другого нет. То есть ее нужно одновременно строить новую. А вот имеется ли достаточное количество людей, опыта и знаний для постоянной этой системы, это вопрос открытый и не обсуждается сейчас. Это вот я вкратце хотел рассказать про энергетическую независимость, про законодательство по поводу действий. Мы в Верховной Раде, в нашей фракции, я сам помню, обратились к СБУ, но это, понятно, туристика полная, потому что никто это расследовать не будет, с заявлением о акте госизмены, которые совершены сотрудниками и должными лицами Кабинета Министра Украины, которые издали последнее постановление, регламентирующее отношения с оккупированными территориями. Если вы помните, была большая история, как пытались принять Минские соглашения, имплементировать в парламенте, дать им особый статус. Особый статус им давали, и закончилось все это гранатой под Верховной Радой, после этого это быстро свернули. Сейчас мы пытались зайти через Кабинет Министра. Территория оккупированная, там называется территория, находящаяся под эффективным контролем Российской Федерации. Там придуманы некие объекты. Есть территория некая подконтрольная Украина, но на ней есть объекты, которые находятся под контролем правительства Украины. Как это возможно, я себе не представляю, но это так и есть. Поэтому, когда мы общались с руководителем железной дороги в Донецке, с его заступником, он четко сказал на вопрос от Тараса-Пастуха, знаете ли вы, уважаемый руководитель железной дороги, что вы платите зарплаты железнодорожникам на оккупированную территорию, да, ремонтируете пути, да, ремонтируете здания, да. Эти железнодорожники по этим путям через эти здания везут снаряды, патроны и российские войска, и технику, чтобы давать наших войсков. Вы знаете, ну да, но это же, в общем-то, мне приказали, это есть приказ СБУ, о чем тут можно говорить. Это акт державной зрады. Я считаю, что итоговый план, это создать некую такую вот Чечню новую, только уже с Кадыровым, а вместо этого милиция ЛНР, вместо этого они уже в украинских погонах будут, и с Абройскиным замечательно сработаются, кстати. Милиция ДНР, некий такой анклав с особым статусом, именно поэтому сейчас убивают тех символов ЛНР-ДНР, которые у украинцев ассоциируются с ужасом, с издевательствами над пленными, с убийствами, вот как в Горловке, там, депутата Рыбака. Люди, когда слышат про их амнистию, про то, что они станут депутатами, они же кричат «ганьба, зрада, всех на геляку», а их сейчас не будет. Захарченко-Сплатнинским куда-то смоются или их убьют. А кто будет? Некие лица, которые никому неизвестны, которые не стояли на блокпостах, и которые наши же люди. И вот идет сейчас втюхивание этих территорий, наших людей. И это все люди будут новой опричиной, то есть Порошенко замечательно сработаются. А цель экономической эксплуатации страны, вы же видите, за три года ни одного посаженного сепара, нормального, ни одного посаженного регионала, и Фремов это вообще издевательство, что там показывают и делают. Поэтому только прямое действие. Других вариантов я не вижу. Я являюсь одним из авторов законопроекта «Предмечасово-кукованной территории». Я его презентовал в декабре 2014 года. Прошло два года, и мы не разу не вынесли на голосование. Поэтому все разговоры о том, решайте вопросы в Раде, это все брехня, потому что они это все блокируют. У меня все, еще раз извините за долгий спич. Ну, а вопрос, а что там тогда делать, следует просто? Прямое действие. Прямое действие. Прямое действие. Сейчас нам необходимо добиться, общество дезориентированное, дезорганизованное, никому не верят. Нам необходимо добиться победы здесь. Независимо от после реализации целей, например, мы говорим про освобождение пленных, про то, что нам необходимо попередить торговлю на крови. Я думаю, что нужно приложить дальше действия по обеспечению национальной безопасности Украины, а именно уничтожить каналы, которые занимаются пропагандой российской агрессии. Раз, закрыть границу с Россией такими же акциями 2. На каком-то этапе против нас будут организованы силовые действия и дальше народ Украины может выбирать. Собственно, хочет ли он дальше видеть эту власть, которая, в принципе, является оккупационной российской администрацией. Я это говорю абсолютно серьезно. И, возможно, тогда народ Украины захочет, чтобы на территории Украины был установлен эффективный украинский контроль, а не российский. Потому что сейчас фактически идет постоянное усиление этого украинского контроля. Не обращайте внимания на вышиванки, на вот эти все гимны, на хлопцев, которые гинут, на плыве кача в исполнении высшего военно-политического руководства. Они делами показывают свои истинные намерения. И фабрики в России, которые уже давно сделали посмешищем, это же только вершина айсберга. Поэтому нужно идти на прямое действие, нужно показывать людям, что общество имеет право и может и способно достигать победы. То же самое, что в 2014 году, только те на внутреннем фронте. Пока хлопцы держат внешне. Обратите внимание, какая-то замечательная лапмусова бумажка проявляется все люди, кто они есть, все организации, кто они есть. Поэтому я надеюсь, что через месяц мы можем четко посмотреть, кто поддерживает действия вот этих, кто не поддерживает. хочу еще сказать, что есть масса людей, которые скептически относятся, например, к ветеранам, либо ко мне, либо к еще кому-то. Их тоже можно отличить от болтунов и предателей. Можно предложить сделать самим, взяв на себя какой-то участок фронта. Если они смогут это сделать, захотят, значит, они патриоты, ну, просто со своими предпочтениями. Если нет, это болтуны, им проще штурмовать салон интимной гигиены в районе офиса Ахметова, чем делать реальное дело. Других вариантов я не вижу. Я все перепробовал за три года. А это получается. Очень люди хорошо консолидируются. И нам однозначно нужно закрыть границу, потому что какие бы у нас не были плохие ситуации в стране, разборки между властью, хозяйцей, народом, властью, нам все равно нельзя допустить, чтобы вся эта ЛНР и ДНР легализовалась и перешла сюда. Мы предложили для этого законопроект против часовой купованной территории. где ничего не поставляется, кроме гуманитарных грузов, где оказывается помощь именно переселенцам, кто выбрал Украину, а не тем, кто там остался. И там, тем, кто остался, мы оказываем гуманитарную помощь и заставляем Россию каждый день платить за свою агрессию, потому что она несет ответственность для державы оккупантов. И тогда мы получим время для того, чтобы решить свои внутренние проблемы. Нам нужно время на это. И нужно прекратить войну. Вы прекрасно знаете, что нынешняя власть действует вот так, как она действует, как воровая страну, без войны долго не поддерживается. Как только начинаются какие-то претензии, тут же начинается усиление российских войск на границе. Правильно? Ну, конечно. Но дело в том, что войну поградить, то может, это победа, по-большому счету. Не обязательно. Нужно столько победы, по-большому счету. Мы не обязательно. Мы можем сейчас... Нельзя победить, если возглавляют армию люди, которые не хотят побеждать. Нам необходимо сейчас взять перетышку, отгородиться, либо экономически, либо политически возвращение оккупированных территорий. Потому что, ну, мы уже пытались победить Беловайс, Дебальцево. Это катастрофы, организованные кем? Руководство на основном, в том числе. Я отвечаю за свои слова, это все видел. Искрытое потом имя же преступления. Погиб тысячи погибших. Поэтому нам, ну, мы не можем сейчас решить, что нам делать шаг второй, третий, четвертый, но то, что нам нужно выиграть время, отгородиться в турне ДНР, укрепиться, почистить власть, почистить наши ряды, а в итоге, конечно же, победить. Но победой будет не победа в войне России, в своей России, это мелочи, к большому счету. Победой будет в состоянии государства украинского, где действительно не в этом выжимательная машина для олигархов будет, а люди, где могут нормально жить. Если у нас это будет, победа придет автоматически. Нет, мне он, в всяком случае, так кажется. Мне еще так кажется, вы знаете, что вот конкретно победа там вообще не пройдет. Я думаю, что это, например, ситуация, когда у тебя слипался на улице гопник, и предлагал тебя забрать твоей бабки. Ты либо его и забьешь, и обоссышь, вот там ты заобьешь портут, он тебя будет уважать, например, и любить. Либо ты ему дашь свою ловлю. А теперь представь, что на вас напали гопники, а у вас не слушается ни рука, ни нога, ни голова, а у вас только палец шеет. Ну, это было в 1940 году, сейчас уже немножко больше. А с гопниками милиция еще. А брошкин прикрывает гопникам, понимаешь? Кто войскам будет отдавать команды? Кто будет их снабжать? Кто будет их обеспечивать? Ну, вот каким образом мы выиграем войну, если военное руководство и политическое не собираются этого делать? Если для них Россия, партнер, ну вот же, они торгуются с ними. Что? Ну, то все понятно. Рогат, а как вы выиграли? У меня вообще непопулярная мысль прошла, будучи там за границей, видели, да, в Берлине была стена там огромная, пятиметровая, она стояла, война прократилась, отгородились, закрыли пока. И самое интересное, стену эту рушили как раз те восточный лагерь, то есть Советского Союза, оттуда ее разрушали стену, быстрее бежали туда, в Украину, в Западную Германию и одна нация объединилась. Ну, прошло какое-то время, и она объединилась, и стену разрушили те. Вот по ходу вот такого развития... Ну, у нас тоже стена есть, ты же так понимаешь, что у нас же тоже поигрывая стена. Я стена и оценю как, что на кто-то есть. У нас все, понимаешь, у нас и теракты такие. Я к чему это сказал? Потому что я эту стену непосредственно видел, и Берлин был глухо заколочен. Никаких, мне говорят, вообще вопроса не шло, никаких экономических связях, никаких поездок вообще не шло. И страна жила, да? Как там не было, но они оккупанты, Советский Союз, бежал на себя обеспечение полностью той территории. Но все равно немцы бежали туда. Корея, например, тоже. То же самое. Ну, ребят, просто нету, есть четыре варианта решения конфликта, нету других. Это пакистанский, немецкий, сербский, хорватский. Вот и как-то, ну, другого мы ничего не придумаем. Когда мне говорят, ну, давай что-то там придумаем, ну, какого, что можно придумать, когда надо эту войну прекратить? Прекратить, естественно, чем? Прекращение торговли, это механизм? Так точно. Здесь присутствуют представители Громадской Рады. Я извиняюсь, закончу, я к чему хотел сказать еще? Здесь, вот, представители комитета очень важный аспект, Семен, ты прозвучал по возможному развитию событий, когда могут там заморозить или это, на вооружение. Или заслушайте на комитете, или пригласите руководителей, послушай, послушай, тех предприятий... Мы выйдем в нашем комитете. Подожди, ну, хорошо, давайте тогда не вас... Сок, давай, давай другого, давай, подробно скажу. Вы знакомы или нет? Нет, ну, как это кто? Вы знаете кто? Подожди. Просто интересно. Презвища. Не знаю. Фашинский, знаете кто? Я не знаком. Просто... Черт, ворд и рейдер. Подожди, известный политический деятель, но мне кажется, что он немножко привлечет другой стратегии, неже мы. Ну, а дальше вы уже сами... Давайте подругому. Тогда вы, непосредственно, те руководители, которые, чтобы вы знали, те руководители, которые говорят, что возможно, то есть ты сказал сейчас, да, возможно техногенная катастрофа, чтобы заморозить. Для этого, ребят, чтобы в курсе были. На каждом предприятии, тем более на таких опасных объектах, разработаны планы предупреждения чрезвычайных ситуаций для действия в экстремальной ситуации. то есть даже априори это невозможно сделать, потому что на данных предприятиях разработаны планы в случае, не дай бог, не дай бог, я не буду тут раскрывать секреты, есть мобзадания и прочее, которые там разрабатываются. На каждом предприятии, а тем более на опасных, химической опасных, взрывоопасных предметов, есть перечень, которые, то есть это априори не должно быть. Кто из нас в 13-м году думал о том, что возможна война с Россией? Нет, нет, я не... Такая ситуация, они пойдут на все, понимаете? Раз они это... Подожди, все равно, раз в два дня не нужно, не нужно. Вы говорите, а то специально воспользоваться, проверите, готовность. Я согласен, это уже меры по предотвращению. Но поверьте, им не помешает это все-таки это сделать, если мы не помешаем. И ваша идея очень хорошая. Мы обязательно течение им устроим. Течение, отличная идея. Вот, доказательство, чтобы специальное встречание зубник, нарочно, все зарубить, это не может быть. Я тебя как специалист, я занимался довольно прогрессивно, я не буду говорить, что магистратура там заканчивала, вопрос другого, вопрос в том, что в мирное время разрабатывается план 1, военная гробь, все это предусмотрено, чтобы ты понимал, развитие ситуации рассчитывается, просчитывается до мелочей, и вплоть до того, правильно, полковник Руды говорит, есть, работали, кстати, рассчитывается вопрос до поставки, НЗ, использования и возможного перехода на резервные источники питания, и, ну, это... Ну, мы не можем с тобой уходить. Это к чему, чтобы ты понял, нет, важный вопрос для жителей, для жителей важный, потому что, когда скажут, что вас заморозят, это больше всего убьет людей. Я хочу жить, и мы хотим в городе жить теплом, защищенным, с электричеством и с этим. Это важнейший вопрос, чтобы вы понимали. И вот, ну, не обсуждали. Еще вопрос для жителей, и пострадавшим в городе, по гуманитарной как-то, как-то, вы представьте сразу, что вы знаете. Виталий Чайко, Евгений Сергеевич, мы в понедельник сейчас встречались, вот, Юрий Анатольевич Казмирский, Руслан Панченко, два предприятия, Курдионовка, и Руд, ну, на Курдионовке, в Курдионовский завод, Руд Икскерам, грузим глину, ну, добываем, отправляем, четверга стоим, потому что находимся за блокпостом, да, то есть, в 15 километрах отсюда, не можем проехать, вагоны стоят уже, вот, порядка 100 вагонов на станции, то, что было там, загрузили, из предприятия, ну, как-то, хотелось бы понимать, то есть, сработать мы не можем. То есть, у нас может, возили представителей ваших, то есть, показывали, вот, мы находимся здесь, на Украине, грузим на Украину, платим налоги в Украине, то есть, ничего не нарушаем, но работать не можем. То есть, у нас вопрос такой, мы закрываем, то есть, или как-то работать, или нам закрывать церковь предприятия. По гуманитарной, то есть, это наши сотрудники, да, то есть, у нас там 100, у вас 100, плюс подрядчики наши, там порядка 400 человек, будет сотрудников, плюс мое предприятие подает воду, на 2000 жителей двух поселков, подает электроэнергию, на дружу Константиновку, на водоканал, ну, если я закрываю, то я все закрою, и вот эта гуманитарная катастрофа, она уже пришла. То есть, как-то надо по этой ситуации решить. Мы же не находимся там, просто вот Сталин, мы находимся на территории Украины, мы на территории Украины, просто у нас 13-го года, у нас 14-го года, да, у нас хринячат, обстрелы, у меня ползавода развалено, от бомбежек, а теперь еще и железками, мы не будем перечислять, чем мы, кто здесь, все это время помогали, и все остальное, поэтому, хотелось бы, конкретно по нашей ситуации послужилось. Мы не находимся на той территории, мы находимся в Украине, а Розе в Украине. Такие же вопросы задают и работники станции ЖДН. Мы без зарплаты останемся, что им делать? Как без зарплаты? Я, наверное, получаю, зарплату вывешиваю. Но это идет фейс. Самое интересное, я вам скажу, два дня назад, позавчера. Пожалуйста, ждите, молодого положения, поделитесь, к нам. Вы проводили, как будто им надо работать, чтобы потом рассказать, что и почему. Я на карьеру Рейки разобрал. Я на маленькую вещь скажу. Мы общаемся с... Нет, мы предполагали, что за карьеру Рейки, за Курсинов, в километре, мы не нормально, курать там Рейки, мастерами разобрать, там Рейки, да и просто. Нет, мы с Олеги, очень, наверное, вы можете сама разбирать, чтобы не выставить. Мы здесь сидим, нам идет все... У нас есть разрешение поставить блокпост, у тебя на первую вещь. Я поясню вопрос по курдюмовскому карьеру. Да. Так как я не являюсь как бы членом штаба, который решает, за ветеранов, что делать, я помогаю, то я, естественно, ставюсь коммуницировать между штабом, там вот, курдюмовским карьером, что я вижу как народный депутат, для которого важны не только интересы вашего предприятия, но и безопасность людей, которые делают это благое дело. Изначально в курдюмовскую станцию не пустили блокираторов полиции на броске. Дальше хлопцы стали на переезде в Бахнуте. После этого шли разговоры о том, что если полиция не будет противодействовать, хлопцы могут переместиться опять в курдюмовку. И должны были переместиться эти хлопцы позавчера в обед. Задержались они с перемещением только из-за случайной вот этой вот заварушки на Часовьярском блокпосту в Памяти. А в то время, когда они должны были туда уже находиться, туда начали стрелять САУ. Вторые естественные союзники Донецкой полиции в вопросах прекращения блокады на крови. Погиб человек, 15-летний парень. Поэтому для меня, например, большой вопрос. Люди переместятся туда. И что? И будут доплачивать своими жизнями работу и карьеры. А зачем мне перемещаться? В таком случае войдите в контакт с ветеранами, со штабом и, пожалуйста, с ними проводите переговоры. Посоветуйте, потому что, простите, но я не думаю, что вопрос стоит решать таким образом, что вот они для чего-то туда пришли, для каких-то своих властных интересов и вашими интересами это убегает. Есть народная беда, война. Война это когда страдают все. Сейчас страдает ваше предприятие. Страдают эти хлопцы, они там с несемьями, они сидят в поле, в палатках, их бьют, на них возбуждают уголовные дела. Все вот работают. Если вы считаете, что можно сделать как-то по-другому, проведите с ними переговоры, съездите вместе в Курдюмовку, посмотрите. Есть ли там вариант, при котором они не будут подвигаться опасностями? Есть вариант. Замечательно. В таком случае я рекомендую начальному штабу выбрать время и съездить туда вместе посмотреть ваши варианты. Можно? А может еще вернуться до Укрзалезнице? Все равно потяги туда не ходят. Может вернуться до них и их бригада поедет за Курдюмевкой, демонтует сама. Не Укрзалезнице? Не, вернемось и поедем разом. Хай ты доверишь. Самый безопасный способ. Хай поедут их немонтеры, демонтуют частково рейки, мы будем периодично переверять, что рейки нет, и тогда можно пульсировать. Пульсировать? Рейки нет. Никто не разумеет, что это ремонтировать. Два слова. Мы с Морцем говорили, мы прекрасно понимаем, что мы задаем два проблемы для них, мы должны решить, по-любому решать. Это однозначно. Было предложение только зарезности. Давайте мы поставим вагоны на тех рейсах, которые вы блокируете. Для того, чтобы можно было приобрести. Мы предложили, давайте в Курдюновке, за станцией, где идет две колии, параллельно, сразу, ставьте на каждой колии по вагону, с башмаками, башмаки под замок, мы цепь, их не украли, потому что мы понимаем преимущество, наверное, да? Да, то есть, как бы, или, ну, перевоить, как бы, мы даже, когда начали, два вагона стоит, с башмаками на замок, все, мы, как вот, ребята, да, мы иногда приезжаем, смотрим, что они стоят, и тогда мы понимаем, то есть, как бы, что там все закрыто, и мы имеем, как бы, напрямую, как бы, с вами, да, ну, отношение. Вот, то есть, как бы, они сначала, пошли, а потом, что ли, нет, ничего делать не будем. Вот такая ситуация. Ну, так свести нас надо. Людей жалко, и выхода нет. Вот, то же самое разговор... Разложите предложение. Тут все несколько городов, за 150 километров, по приезжали. Вот давайте мы этот вопрос не убираем, оставим, потом здесь штаб, вы и вы договоритесь, но это же технические вопросы. Предложение, какое по принятию решения? Вот мы собрались, и должно быть какое-то решение. Что мы дальше должны делать, вот что мы можем сделать? не только помочь дровами там людьми, а и сделать в Донецкой области по теме, которая называется блокирование перевозки грузов на оккупированную территорию. Заблокировать ветку, о которой вы говорите, с Ясиноватой на Краснодаре. И в том числе. Вот, это нужно сделать. Можно я... Поехали до Груза, я хочу заявить. Можно я просто скажу, ситуация такая. Просто буквально на прошлой неделе у нас была встреча, так, с Громадской радой, да, Улганской, при Улганской областной администрации. Они нас сами нашли, мы с ним пообщались, потом они собрали как бы песконференцию, это все было у них там в Северодонецке, при там, телевидении было, все мы с ней собрали, они собрали представительные предприятия, собрали там все, мы нормально пообщались с ними, так, сегодня, вчера вернее, не прислали, ну, как бы, меморандум, который мы как бы вместе обговорили. очень такой миленький, эти хорошие, то есть, как бы, люди пришли сначала тоже обозленные, накученные в том плане, что будут капец, улган замерзнет, в смысле, улганского бы замерзнет. Когда мы все-таки обговорили, процесс прошел, и довольно-таки хорошее предложение выработали, да, то есть, те проблемы, которые, как раз то, что, Сема говорил, про и про ветку железнодорожную, которая нужна обязательно в 2018 году, и про то, что там дороги убитые, они не могут свои там продукции, все понимают, что та блокада, которую мы провели, она сейчас в Луганской области ни одному предприятию не вредит. Вот та ветка, кто загорит, да, вот если бы, вот если бы, была бы здесь, в Донецке, нормальная власть, можно все вопросы решать, да, вот, как вот сейчас. Возник вопрос с карьером, мы его решим, по-любому, скажем, не останется. То есть, а вместо этого, вчера нас вы приглашали, ваши представители располагали, вы пришли, Бахмутская, Армадская рада, да, то есть, как бы, ну, сказали, что их это не интересует, да, ну, так получилось. К сожалению, ты понял, что так было заказано. Все в разное, уперли, как бы, раз, и сегодняшняя встреча, они не дали помещение. Ну, они играть, ну, что ты хочешь? Ты видишь, они играть. Ну, то есть, как бы, да, ничего сильно не поменялось, как бы, лица поменялись, кресло... Какие не поменяли? У нас не поменяли. Я не имею в стране. Лица поменялись, а задница осталась та же, кто уже где-то, и в Латинске журнал. Поэтому приехали представители громадской рады при ОДА. У нас областного совета нет, наверное, как и в Уладской. Вот здесь, как минимум, семь человек, и мы представляем 17 громадских рад городов и районов. Решение, которое по блокированию, вот, чтобы его сделать легитимным в плане претензий власти на общественном, ну, и общественный резонанс, который будет, соответственно, вот, то технически выполнить то, что Семен сказал сейчас выехать и заблокировать. Вот мы все подготовили, полгода смотрели мы на то место. Но было все официально, было все легально под флагом Украины, сопровождением Службы Беспеки Украины. Сколько бы мы не поднимали, как и с пропусками, как и с контрабандой машинами, как и с Волганкой, все это здесь работало официально. Теперь мы хотим пойти другим путем. У нас есть висково-цивильная администрация, у нас есть громадская рада, у нас есть комитет по взаимодействию с громадскими радами и институтами громадянского суспильства. Вот сидит один из заступников громадской рады привода. Ближайшая экстренная, там, какое оно будет? Ну, мы сейчас ставим подписи, для того, чтобы... Ну, вот теперь один из участников, это как раз руководитель этого. Вот, что мы предлагаем и что мы должны сделать с вами посоветоваться. Чтобы это было на уровне громадской рады привода, с соответствующими обращениями, но обращения ничего, с соответствующими действиями после этого. Все, давай, Антон. На продолжение темы блокады, еще один момент. Наш город, ну, мы стесняемся, и власть стесняется об этом говорить, а, в общем-то, страдаем от наплыва ежедневного, как мы их называем, ДНР. В магазин попасть невозможно. В банки с утра они ночуют где-то там на вокзале, эти банкоматы выгребаются, банкам, трудно вообще что-то получить, даже пенсию. В Сабезе, в пенсионном фонде народа полно. Люди приезжают, они не скрывают своей, грубо говоря, ненависти к Украине, они себя считают гражданами ДНР, они говорят, что мы пахали на Украину, пусть она теперь нас до конца дней кормит. Да, по сути дела, подскочили намного сильно цены на продукты питания у нас. Я вот отовариваю сельпо, впереди несколько телег с мясом, спиртное, набирается, сразу видно, что люди не для себя. Это все перепродается. Пенсионеры не скрывают, что там получают пенсию, говорят, а что там 2000? Приезжают сюда получать пенсию. Там в основном шахтеры металлурги. У меня родственник Тореза приехал здесь оформлять тоже пенсию. 7000. Для нас, всех украинцев, это сумасшедшие деньги. Начальник фонда по нетрудоспособности рассказывает, что регресс 15-17 тысяч оформляется здесь, ребята. Понятно, что государство у нас доброе, оно заботится о тех людях, которые ненавидят Украину. Это люди, стоят наши пограничники, денные ножи, там мерзнут, пропускают, извините меня, грубо выражусь, эту всю шушеру. Там за редкими, скажем, один из десяти, может, из ста, действительно едет проведать бабушку или там, что-то там, какие-то свои дела. А большинство это сейчас так называемые челноки. Или оформляют здесь пенсии, а кроме пенсии ушло еще и какие-то переселенческие выплаты. То есть, там целый бизнес построен. Выиграли торгаши, выиграли перевозчики, которые в основном здесь все принадлежат нашему мэру славному, да, и выиграли те люди, которые свергали государственные установы в Орловке, в Донецке. Они сейчас, по сути дела, двухматок с ССЭ, это телят. Они, если не пенсию вторую получают, или регресс, то, по крайней мере, занимаются этим бизнесом. Кто-то потерял работу. Они в день, по две ходки делают сюда, отовариваются и возят туда. То есть, давайте, короче, давайте, и все равно это наши украинцы, и украинцы все равно это граждане Украины. Вот все, что наболело, вы правильно говорите. Это ты их считаешь, они тебя не считают гражданами Украины. формулируйте, покороче. Ты спроси их, я хочу проинформировать Мустав Черногор, Громадская Организация Фонд Розвитку Громады по совместительству и замголовы Громадской Рады. В пятницу, вернее, на той неделе была подана заявка на имя Жебривского, представителями четырех организаций громадянского сусперства, в том числе, и ветеранской организации с просьбой правильно сформулировать с требованием согласно 1996-й постанове провести громадские слухания по проблеме как раз блокирования транспортных движений. В эту пятницу состоится встреча представников этих организаций вместе со Старковзом по подготовке громадянских слуханий. Я, вероятно, там буду, и мы будем говорить о том, чтобы на этих громадянских слуханиях не были только тысяч чиновники, а чтобы были представители профильных управлений, представители МВД, СБУ, налоговых, которые могли бы отвечать тоже более четко за свою позицию, для того, чтобы был прямой диалог и понимание. Потому что тоже действительно я сказал именно о том, что общество действительно расколото, топят одни за одну, другую за другую сторону, есть везде плюсы и минусы тоже объективно, потому что я, как сам гуманитарщик, тоже знаю о том, что Торецк поставляется вода с оккупированных территорий. Если мы заперекроем все полностью заборами, кто будет поедать Торецк? Например, или на Авдеевку. Откуда поставляется вода? С Донецкой электричество Мариуполь с оккупированных территорий. Есть моменты и есть. Поэтому объективно нам тоже надо смотреть и взвешенно исходить, потому что тяпками, как говорится, мы забить это не можем и поэтому с этим надо разбираться. Потому что это касается всех. Спасибо. Да, снова. Может, если про Мариуполь, да, вот, че-то, у меня душа болит, потому что буквально еще год назад мы стояли там, так называемые, батарейки, кременевка, где проходит с Запорожской Атомной все, ну, не знаю, просто...